Члены общественной палаты Свердловской области обратились к жителям региона с открытым письмом. В опубликованном на сайте общественной палаты документе говорится, что все граждане должны чувствовать себя в безопасности и быть защищенными от возможной вирусной угрозы. Поэтому, вводя ограничения для непривитых граждан на доступ к развлечениям, к получению товаров и услуг не первой жизненной необходимости в иные общественные места, государство ставит барьер не перед ними, а перед COVID-19, отмечается в письме. Цитата. Все предлагаемые и вводимые меры имеют под собой основания, установленные Конституцией России – забота о здоровье нации. Идя на эти шаги, государство принимает на себя всю меру ответственности перед гражданами за их безопасность и здоровье, за наши жизни. Отправляясь куда-либо по работе и по домашним делам, мы все должны чувствовать себя в безопасности и быть защищенными от возможного нападения вируса. Сегодня, на фоне мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, призывами к вакцинации граждан и вынужденными мерами по ограничениям для граждан непривитых, возникают инициативы, связанные с антипрививочной пропагандой, с призывами к отказу от признания устанавливаемых ограничений. «Гражданская активность и общественные инициативы нужны, но они должны быть направлены на развитие общества, на защиту здоровья граждан, на обеспечение безопасности стариков и детей, на семейное благополучие. Поэтому мы не можем поддержать тех, кто сознательно призывает наших земляков поставить под удар свою жизнь, отказаться от защиты своего здоровья, ответственность за которую приняло на себя государство». Конец цитаты. Отметим, что ранее с обращением к жителям округа выступала и общественная палата Новоуральска. Что касается ситуации с распространением коронавирусной инфекции, то по данным регионального оперативного штаба в Свердловской области на пятницу 12 ноября за сутки выявлено 727 фактов заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных диагнозов в регионе достигло 166 тысяч. Большая часть этих граждан или 148 тысяч 82 жителя региона уже выписались из больниц, а за последние сутки справились с болезнью 502 уральца. В Новоуральском городском округе за последние сутки зафиксировано еще 59 подтвержденных случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 50 человек. В настоящее время в стационаре инфекционного отделения находится 291 взрослый и двое детей. Вопросы противодействия распространению инфекции обсуждали на очередном заседании городского оперативного штаба. В онлайн-режиме к нему присоединилась моя коллега Анна Акрамова. На повестке дня – эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Новоуральском округе. Как сообщила Татьяна Бавенкова, руководитель межрегионального управления номер 31 ФМБА России, согласно проведенному мониторингу, за последние два месяца в Новоуральске произошел резкий сдвиг в сторону увеличения пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию со средней степенью тяжестью. Много стало и тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме. Средний показатель коэффициента распространения инфекции за две недели должен быть не более одной единицы, у нас 1,2%. Темп прироста заболеваемости тоже средний, должно быть не более 10%, у нас 29,4%. По возрастной структуре дети составляют от 8,7%. За последние три недели это 246 случаев. Взрослые до 60 лет 55,3%. За последние три недели это 562 случаи. Старше 60 лет 35,9%. Как отметил Андрей Морозов, начальник центральной медико-санитарной части, наблюдается легкое снижение общего роста заболеваемости в связи с введенными мерами. Однако за эту неделю вновь наблюдается увеличение вызовов. На сегодняшний день в госпитале 291 пациент, а всего там развернуто 390 коек. Еще один вопрос, который возникает на каждом оперштабе в силу своей актуальности, это вакцинация населения Новоуральского городского округа. Известно, что именно вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и от COVID-19. Прививка уберегает от тяжелого течения болезни. Эксперты уверены, проведение вакцинации не менее 70% населения позволит создать коллективный иммунитет, что очень важно в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В Новоуральске на сегодняшний день вакцинировано от COVID-19 первым компонентом 46% населения, вторым – 36,6%. Ревакцинировались 5,27%. Сегодня вакцину ставят только по записи, на это есть причины. Несмотря на те меры, которые мы принимаем к тому, чтобы у нас увеличилось количество вакцины, видимо, количество вакцины, имеющихся в государстве, больше мы ничем располагать не можем. Поэтому вакцина у нас есть, нам ее хватает на ближайшие три дня. В субботу у нас поступают полторы тысячи спутников. И мы не видим причин, которые могут, так сказать, вызвать перерыв в прививках. Но то количество вакцины, которое мы имеем и которое поступает, не позволяет нам открывать какие-то дополнительные пункты, потому что этой вакцины едва-едва хватает на то, чтобы обеспечить запись. Напомним, с 30 октября посещение свободных от ковида зон разрешено с QR-кодами или справками о вакцинации, перенесенном заболевании. Проверкой соблюдения новых требований занимаются специальные группы. За последнюю неделю контрольные группы, состоящие из полицейских, работников городской администрации, управления защиты чрезвычайных ситуаций, добровольных народных дружин, межрегионального управления 31 ФМБА России. Было проверено более 170 объектов Новоуральского городского округа. Это не только магазины, но и объекты культуры, спорта, парикмахерский, городской транспорт и так далее. Все профилактические меры будут продолжены. Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал Свердловским властям продлить дистанционное обучение у школьников еще на неделю. Такое решение принято и в Новоуральске с 15 ноября. Ученики с 5 по 10 класс, организации дополнительного образования будут обучаться дистанционно. В школу будут ходить первые и четвертые классы и 11-ти классники. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.